Всем привет господа! У нас у всех есть одна проблема. Проблему существования в каменных джунглях, где холодный ветер заставляет надевать новые слои одежды, где тебя отводит детский сад, который ты ненавидишь, потому что окружающие тебя люди небазированные клинжевые омешки и вообще ты будущий рэпер. Но сейчас не о бледности существования. Страйди Вэли на ваших выпуклых мониторах, так какой я послы хочу донести в этом видеоролике. Просто поделиться крутыми впечатлениями об игре. А вы думали будет 100 дней попыток не дарить дикий хрен местным жителям? О, я опережаю события. Кассцены в начале игры демонстрируют заебанность нашего героя и как он хочет перемен. Наш дедуля всё продумал, подарив нам участок. Теперь я фермер, но как оказывается у меня был брат дебил, о котором я ничего не знал. Так подвёл логическую цепочку, откуда тут появился Максим. Поздоровайся, Макс. И у нас теперь 2 гектара добротной земли. Конечно тут всё засрано, но пару дней мужского труда и наша ферма будет идеально. Появятся животные, профессиональные грядки. Но чем тут заниматься? Какая вообще цель? Выключить мозг и релаксировать от человой музыки. И носить артефакты в музее. Кто-то скажет, Слаус, это песочница, тут нету цели, иди еби корову. Погоди, для нас это не оправдание. Если нет цели, мы сами её придумаем. И наше стремление для поддержания интереса в игре, это симпатизировать определённых персонажей. Несложно догадаться, учитывая как называется ролик. Но нет, в игре мы были, сука, партизанами. Друг друга пытались накуканить на высшую цель, якобы Максим увидел пасту на двочей и решил стать животноводом, а я хотел выращивать крутой урожай. Придерживаться наших легенд было сложно, особенно когда кто-то из нас берёт руки очень случайный предмет и очень случайно бежит в сторону определённой девки на протяжении двух дней в неделю. Выглядит подозрительно. Я не мог упрекать Максима, потому что мои действия были идентичны. Но это не мешало пиздить у него подарки прямо перед лицом. Всё же я не забывал поддерживать отношения с другими жителями. Для этого у меня всегда был дикий хрен в кармане и трава, особый подарок для особого человека. Но почему-то в этой сельской местности никто не ценил мои подарки, кроме одной особой. Именно она станет моей лучшей подругой. Блин, шутка-то затянулась. Пора переходить к другим аспектам игры. Мы выбрали эту игру, потому что она чертовски ламповая и атмосферная. Эта игра вызывает положительные эмоции, кроме моментов, когда продавцы просто уходят с рабочего места на аэробику, оставляя нас в невыносимом одиночестве. Эта агрессия от нас просачивается, потому что мы грязные дети настоящего мира, и для нас норма пачкать идеальный мир. Но это не настоящая проблема. Страдивэля как ни крути игра скриптов и повторений. Когда магия идеального мира постепенно испаряется, то с этим надо что-то делать. Таким незамысловатым образом мы скачали сборку от Хаттаба. Она включит в себя огромное количество модификаций, и это замечательно. Ибо пиксельная игра стала лагать. А если подробно, что же включают эти моды? Два новых города, ещё больше жителей, а именно 72. Добавление новых событий, ретекстур вещей и, конечно же, новые незамужние дамы. После двух попыток создать карту, на мой ком был загружен майнер, и мы стали играть, не обращая на это внимания. Я хочу её трахать. Симп. Он сразу заприватил. Худенькую, бледную, не очень высокую, непременно детственную анимешницу, косплеершу с тонкими руками, синяками под глазами, алкоголик, сирота с розоволосыми волосами. Да, вот такие стандарты у Максима, и у этой Софии очень вьюбистые вкусы. Ей нужно дарить тюльпаны, и поэтому Максим скупил все цветы на наши деньги. Но я тоже не без греха, просто более приземлённый, выбрав ту самую думершу, которая работает в пятёрочке и мечтает стать актрисой. Я ей дарю подсолнухи с золотой звёздочкой, другие мне не подходят. Этот видос должен был быть атмосферный, но где-то я потерял суть повествования. Но эй, теперь игра ощущается новой, и это просто великолепно. Конечно, мне до сих пор грустно осознавать то, что Пенни так и будет жить в трейлере. Но таков путь. Как ты понял, мы уже не в первый раз играем в эту игру, и знаем, как правильно пахать для лучшего кэша. Нам пришла гениальная идея, разделить обязанности. Максим животновод, а я фермер. Мой любимый день, когда идёт дождь, не из-за депрессии в 0 лет, а потому что мне надо работать. И освободив время, можно поищтить традиции наших предков и пойти в шахту. Вообще весь геймплей сводится к грину определённых вещей и денег. И я, пожалуй, расскажу о наших способах заработка. Максим делает производственную цепочку со своими животными, делая нереальный кэш, параллельно рыбачья подводный мусор. А я откладывал золотые овощи на чёрный день. Конечно, мой доход был сомнительным, и животновод подмечал это. Это если 10 тысяч не будет, это вечно тут будет стоять. Но как только ему понадобится дыня, он горько пожалеет о своих злодеяниях. Но я тут не угрожаю, я констатирую факт. Мероприятие с мадами очень утомительная штука, но можно выиграть шляпу в конкурсе «Найди батя на яйцо», а также незабываемое обложение губернатора супом в совместном хиканстве в углу на цветочных танцах. Вот тут поподробнее. На этом празднике нужно найти пару, чтобы не стоять, рыдая в углу. Но моя вайфу работала, а Максима просто отвергли. У нас было два варианта, стоять в углу или... Целый мир освещает твои глаза, если сердце живет давай. Не смотри, не смотри ты хвостана, оставайся такой, как есть, оставайся ты хвостана. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. А самое красивое событие – это танец полуночных медуз. Это так прекрасно. Вот из-за таких ламповых событий я хочу попасть под грузовик, чтобы очутиться в иссякаре. Опять отвлекся. Я вам говорил о клубе. Гринд начинается именно с этого момента. Тебе нужно закрыть все ячейки, вставляя туда предметы, которые нужно найти. Я начинаю сходить с ума, но это же особенности жанра. Конечно, после закрытия узелка, эти киви делают твою жизнь проще. Но я не понимаю, почему маленькие киви ходят. Возможно, у главного героя начально стали шизофрения, а Блэк Монстр стал ее развивать еще сильнее. Ломаем повествование, переходя обратно к персонажу. Для продвижения отношений мы дарили предметы для повышения сердец. Каждое второе сердце дает доступ к асцене. Но здесь открывается костыль. Когда начинается кассцена, ты проваливаешься в четырехмерное измерение, где другой игрок тебя не видит. А вот ты его прекрасна. И когда ты просто от скуки прыгаешь на стуле в чужом доме, то в другом изменении происходит душераздирающее событие. Товарищ это видит, поэтому я старался милое событие превратить в неприемлемый фарс. С моим напарником все понятно. Но вот я дарил самым крутым девкам мега крутые подарки в попытках получить внимание хоть от одной. Нет, вы неправильно поняли. Я не симп. Просто думаю о возможных исходах сразу. Но со временем мой взор упал на кассиршу из пятерочки, потому что я выработал самый короткий путь к ней. И после свидания у нее дома... У тебя что-то на лице... Я ж мах... А настала моей доумершей мечты. В этот момент симпатия превращается в отношения. Я же говорил, что эта игра лучше нашего темного грязного мира. Так вот, мы поженились. И теперь ей не нужно работать в пятерочке. Но в этом есть пара минусов. Теперь меня запрещают спать с Максимом. И прятаться в его доме за камином. Таким образом я завершил свою цель в игре. От развития тех отношений к их окончанию. Мне приходится бороться с желанием возобновить свой курс таблеток. Поэтому, если ролик наберет 100 лайков, я сделаю видос по бесконечному лету. Прошу, дайте мне сорваться. Теперь поговорим о сюжете. Кент побывал на войне, и у него посттравматический синдром. И вот интересная мысль. Может изначально Аллан Александр Милн написал книгу про выживание Винни-Пуха в ужасных окопах Первой мировой. Но издательство посчитало это неприемлемо. Переделав кровавую историю в позитивную детскую сказку. Вот я и закончил пояснять за лор. Какие итоги я могу подвести? В эту игру можно играть парочками. Но это гиблая затея. Видишь ли, ты не сможешь подкатывать к пиксельным сиськам. Из-за угрозы уничтожения вашего мозга вследствие атаки сирены. Если попадешь в ситуацию, когда твой друг зовет тебя в игру, но есть возможность обнаружения тебя не с ней в игре, то советую включить режим инкогнито. Играй, когда она спит. Играй, когда она занимается своей херней. А если ты не заметил, как поворачивается ручка двери, то следует за одну миллисекунду выключить монитор и смеяться, как Кен Канеки из токийского гуля. Тогда она подумает, что ты уже сошел с ума и работа выполнена. После этого она уйдет, а ты не спалил свою вторую жизнь. На этой прекрасной ноте я заканчиваю свой видеоролик. И сказав своему подписчику на бусте, спасибо. Хорошего вам настроения, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok